Удаление. То есть вы же понимаете, что сначала идет просто воздержание, отказ от секса, потом отказ от мастурбации, потом отказ от мыслей во семье. Вы должны мучиться, вы должны чувствовать возбуждение, страдать. Больной, которого вы видите, наблюдается психиатрами уже более 20 лет. В дебюте заболевания наблюдались грубые нарушения сексуального поведения, которые первоначально не были расценены как признак патологии. Обострения наблюдаются ежегодно и проявляются заторможенностью и недоступностью больного. В период ремиссии возвращается к работе. Всем привет, с вами Йети и многие подписчики говорят о том, что у меня ничего, наверное, не вызывает никаких эмоций, потому что я ко всему отношусь нейтрально и равнодушно. В общем-то, нашелся человек, который вызывает у меня огромный внутренний диссонанс. В последнее время, буквально сегодня все рухнуло. Неделю назад, примерно, когда я посмотрел один его ролик, я уже усомнился в его адекватности. Не только с точки зрения тренера, но и с точки зрения вообще человека, который хоть раз переходил в тренажерный зал. То есть, до этого я относился, как минимум, к Юрию Спасококотскому абсолютно нейтрально. В 2013 году я относился к нему более чем положительно, потому что это был один из крупнейших фитнес-блогеров. Тогда еще никого не было, кроме Борисова и Спасококотского. И тогда на его канале присутствовал более-менее адекватный контент по тренировкам. То есть, он показывал технику упражнения для новичков. И, в принципе, это очень полезно с точки зрения информации. Было когда-то. Но что с ним происходит в последнее время, я просто понять не могу. Потому что человек 20 лет является тренером. Более 20 лет, отталкиваясь от информации, которую он указал в биографии на своем личном сайте. То есть, я на тот момент еще говорить только научился и читать еще не научился. И, в общем-то, я не понимаю в таком случае, как он может говорить все, что происходит в его роликах. Давайте два разберем для наглядности. Один будет касаться программы фуллбадзи-тренировок, как самой неэффективной программы тренировок. И его комментарии касаемо этого. И второй ролик, вот сегодняшний, буквально Кай Грин, программа тренировок, разоблачение. Вот он передо мной сейчас, могу сказать, посмотрел я их и, в общем-то, усомнился в его адекватности. Понял, что человек свернул куда-то просто не туда. Ну, может быть, его это устраивает. Но, в общем-то, это и будет ответом на вопрос его конкретный. За что меня считают самым зашкварным фитнес-блогером? Это задал вопрос такой Юрий Спасукукотский. За что меня так люди ненавидят? И, в общем-то, он считает, что его стебут только из-за того, что на дочь и когда-то его опубликовали. И там начали про него мемы какие-либо вкидывать. И всем это так понравилось. Все это поднялось. И это все необоснованно. Сейчас я обосную, за что, в принципе, стоит плодить подобный троллинг и все прочее в сторону Юрия Спасукукотского. Каким образом он людей провоцирует? Я отвечаю на этот вопрос. Давайте так, ролик 17 минут 46 секунд идет. Кай Грин, программа тренировок, разоблачение. В нем первые 50 секунд можете сами посмотреть. Там будет присутствовать просто реклама того, что он будет дальше делать на своем канале, чтобы вы подписывались. В центре будет реклама его марафона, как девушка скинула там на его чудодейственные методики. Несколько килограмм она брала при этом параллельно мышцы. И в конце будет 12 минут самолюбования. Можете это сами все послушать. Я только фрагменты, конкретные вставочки сделаю, которые касаются Кай Грина, которых всего может быть из этого ролика на 18 минут, примерно минут на 6-7. А все остальное касается только Юрия Спасукукотского и того, какой он классный. С его, опять же, слов. Потому что в конце он рассказывает, что его все не любят за то, что он бросил вызов всему человечеству, показав, как классно может развиться самая плохая генетика и все прочее. Давайте так, конкретную вставочку смотрим и я ее комментирую. Откуда вообще берется эта ересь? Откуда это популярная дичь про красивое выполнение упражнений и что большие веса не нужны? Или что большие веса нужны только для силы, а для роста массы нужно заниматься пампингом там или суперсетами? Вы знаете, возможно даже есть некий мировой заговор тренеров или бодибилдеров, которые по официальной версии все натуралы и все за качественный тренинг. А на деле они все захимичены по уши, так что даже из ушей гормоны капают и массу свою построили единственно возможным способом. То есть наработав значительные рабочие веса, не брезгая читингом и не брезгая частичной амплитудой во многих упражнениях. В данном случае Юрий Спасококотский акцентирует ваше внимание на том, что нахимиченные фитнес-блогеры, какие-либо крутые бодибилдеры не могут ничего говорить про программы тренировок и все прочее, потому что сами они используют тучу фармакологии. При этом акцентируя на этом внимание, подразумевается, что Юрий Спасококотский сам-то не использует фармакологию, потому что он об этом в ролике не говорит. Он бы сказал, что он тоже использует. И тогда его аргумент о нахимиченности бодибилдеров был бы неуместен, потому что тогда можно было бы считать и Юрия Спасококотского некомпетентным, потому что он тоже химичился. Если для вас будет открытием то, что Юрий Спасококотский химичился, то вот я вам говорю. Действительно, чтобы подготовиться в классику, выставить вот такую форму, как минимум нужно использовать фармакологию для того, чтобы поддерживать свои мышцы. Учитывая, что Юрий Спасококотский сам в каждом практически ролике акцентирует ваше внимание на том, что у него самая плохая генетика, самые неудачные крепления, он эктоморф и вообще ужаснейшая генетика у него. Он еще при этом становился чемпионом при низком уровне, естественно, конкуренции в классике. Ну, в общем-то, он выставлял довольно достойную форму для классики. И, скажем так, человек натурально это сделать не может, потому что в классике люди официально, вот любому спортсмену подойдите, все используют фармакологию. Все это прекрасно знают. И тогда использовали, когда он становился чемпионом. Уже давно использовались, скажу вам так. И он выиграл, то есть, натурально, начисто на своей методике, с самой плохой генетикой людей, которые используют фармакологию, действительно. И он сливался там без использования мочегонных средств каких-либо. Удержал при этом мышцы, абсолютно натурально при сушке не посыпался. Потому что вот такую форму конкретно выставить можно только при использовании фармакологии. Если мы любого натурала попробуем по кондициям подготовить в классику, то без фармакологии, то он, в общем-то, посыпется и растеряет практически все мышцы. А на стадии слива от него вообще ничего не останется. Он выйдет только с одними костями на сцену. Поэтому, если для вас не очевидно, что Юрий Спасококотский использовал фармакологию, когда, в общем-то, занимался, выступал по классическому бодибилдингу, то пусть будет это для вас открытием. Поэтому то, что он, скажем так, принижает достижения других людей, которые используют фармакологию, в данном случае, акцентируя на этом внимание, подразумевает то, что он сам-то не использует, потому что он чего-то не договаривает для людей неосведомленных. Для меня-то это очевидно, что, в принципе, он как раз здесь раздувает всяческими способами, в одном только видео пытается создать максимальное количество продаж, чтобы у него, в общем-то, заказали. Потому что он позиционируется как натуральный, с какой только стати, я этого не понимаю. Ладно, переходим дальше, его конкретный фрагмент про Кай Грина, почему он лицемерит. Ребята, ну давайте напишите честно в комментариях, Кай Грин и другие мистеры Олимпия. Как думаете, им важнее рассказать людям истинные секреты роста массы, чтобы создавать себе еще больше конкуренции в бодибилдинге? Или все-таки рассказать красивую сказочку про свои тренировочки, которая даст больше подписчиков и в конечном итоге больше денег? Прикиньте, Кай Грин не говорит, оказывается, о своей программе тренировок настоящей, потому что это такой решающий фактор, что все бы тогда могли накачаться до уровня Кай Грина, где мы в сказке находимся. Что это вообще за бред дичайший, для кого он это несет? Я как человек более-менее в чем-то осведомленный скажу вам, что Кай Грином могут стать единицы людей, а конкретно один только Кай Грин, именно Кай Грином может стать. И несколько, скажем так, десятка Олимпий будет плюс-минус на него похожа. А вот все остальные люди, вы сколько в них фармы не пичкайте, сколько их не тренируйте, они никогда в жизни не станут похожими на Кай Грина. Они будут меньше и в объемах, и в креплениях мышц они будут хуже, и все-все прочие моменты, даже чувствительность к фарме будет отличаться. У Кай Грина она на максимальном уровне. То есть, по сути, если Кай Грин даже распишет вам все, что он делал на протяжении 15 лет, вплоть до дозировок, до питания и до тренировок, вы никогда не станете Кай Грином, как не стараетесь. И уж конкуренции от Пети из России, из какого-нибудь Челябинска, он точно не боится. Этот Петя пока накачается, Кай Грин уже на пенсию уйдет. Так что не волнуйтесь, это не сработает ни на ком. Кай Грин явно конкуренции не боится. Наоборот, любой, кстати, Юрий Спаскукотский неоднократно уже акцентировал на этом внимание, что какие-либо тренера и создатели программ тренировок создают неэффективные программы тренировок, для того, чтобы люди не могли накачаться и скупали у них больше программ. Но это противоречит здравому смыслу. Ни один человек не пойдет покупать еще раз ту же самую программу, которая не приносит ему никакого профита в плане прироста мышц. Если тренер дает информацию, которая не актуальна для человека, то есть он не может ей воспользоваться и получить с этого прогресс, то он не пойдет заново покупать программу тренировок у этого же тренера. Но Юрий Спаскукотский говорит о том, что тренера сдерживают ваш прогресс, давая вам неэффективные методики тренировок, для того, чтобы вы у них снова что-то заказывали. Но это так не работает, человек заказывает только то, что на нем работает. Если он заказал айфон где-нибудь, ну я не знаю, там на Алиэкспресс, ему пришел вместо оригинального китайский айфон, он снова не попросит там новую версию, там, ну не знаю, семерку он себе не закажет после шестерки, которая пришла к китайской версии. Он не скажет, продайте мне еще семерку оригинальную. Он поймет, что его в принципе кинули, его обманули, на нем это не работает. В любом случае он это повторно не закажет. Но Юрий Спасокугоцкий живет в мире, в котором все обстоит ровным образом наоборот. Кто в общем-то кидает людей, обманывает, тот наживается и тот зарабатывает постоянно, потому что к нему каким-то образом люди возвращаются. Ладно, опустим этот момент, переходим дальше. Объемы мышская грина. Объем руки 59, объем ноги 86 см, объем грудной клетки, объем груди 148 см. Данные объемы на первый взгляд большие, но не какие-то выдающиеся. Вон у Паата Петриашвили руки 63 или 64 см достигали, а ноги-то у Тома Плаца вообще были в метр толщиной. Но Паата ростом около 190 см. И как я уже выше говорил, рука 59 при росте 173. Это намного, намного больше смотрится, чем 63 см при росте 190. Нога 83 см, это конечно много, но это не предел даже при росте 171. Может поэтому Каю и не удалось, может поэтому ему и не дали Олимпию, так как ногами 83, даже при росте 171, на Олимпии точно никого уже не удивишь. Посмотрите, сколько лет прошло, а у Тома Плаца ноги-то были с метр. Давайте так, будем честны, метровые ноги Тома Плаца, вы серьезно? Метровые ноги у Кайгрина, ноги 86 см, а у Тома Плаца ноги, сколько? Под метр, да? Действительно, что серьезно? Кайгрина весит 116-120 кг, что ты уже озвучил в ролике. 116-120 кг сухой мышечной массы на сцене. При этом Том Плац не весил никогда более 98 кг, это был его соревновательный вес. Роста они одинаковы, у них разница в 3 см. По различным данным, сам Том Плац был примерно того же роста. У них пропорции у обоих хорошие, в общем-то. Но у Тома Плаца невесомые ноги, получается. Потому что метровые ноги, в принципе, если вычесть из этого, из 98 кг метровые ноги, то получается, что у Тома Плаца руки по 29 см. Вверх он не смог накачать, вообще ни до каких объемов. Потому что эти две метровые ноги как раз будут весить 98 кг просто со скелетом. Давайте так, будем честны. Каким образом вообще вы представляете себе метровые ноги? Даже показатели вот этих кайгрина про 86 см, они раздуты и завышены. У него никогда не было ног 86 см. Я вам более чем честно сейчас отвечу на этот вопрос. Скажу так, у соревновательных спортсменов антропометрия, которую вы видите в интернете, не соответствует той, которая у них в действительности. Потому что с соревновательного уровня спортсмены, когда замеряют свои объемы, они удивляются, каким образом они на сушке потеряли в бедре 8 см, а нога кажется только больше. И я вам скажу так, что при его качестве у него нога, скорее всего, сантиметров, ну может быть 81-82 см. Это и то с приукраской, с огромной. Скажем так, я вам сейчас покажу свои ноги, попытайтесь угадать сколько они. Запомните, я высокого роста, 191-192 см. На фотографии мои ноги 65-66 см, да? Внушительный, еще и рост у меня огромный. Классно, да? В пропорциях смотрятся они просто нормальными, по крайней мере. 65-66 см, я вам скажу честно, когда они в качестве, они маленькие, если отталкиваться от размеров рулетки. Поэтому это вообще ни о чем не говорит. Вот эти сантиметры мифические, которые приписаны бодибилдерам, они никогда не соответствуют действительности. И уж тем более, Кай Грин не из 86-сантиметрового бедра проиграл на Олимпии, не занимал первое место. Потому что это более чем выдающийся объем. Кай Грин вообще там отставал от филохита только трапециевидной мышцей. Чтоб вы прекрасно там какой-либо разбор посмотрели. Просто элементарно. Чем Кай Грин отличается от филохита, вот в плане основных поз? Для вас будет очевидно, что по ногам он явно не проигрывал. Ни в чем филохиту. Ну, примерно был такой же, по крайней мере. А вот в плане верха он проигрывал в некоторых позах. И явно не в ногах было дело. Поэтому здесь, опять же, компетентным человеком в сфере бодибилдинга я тоже Юрия Спаскукотского считать не могу. Особенно после заявления про метровые ноги Тома Плаца. Хотя даже на любом сайте, если вбить, будет написано, что у Тома Плаца примерно 77 сантиметров ноги. Максимум. 77 это уже выдающиеся, катастрофические объемы. Федоров, чтобы вы понимали, выше Тома Плаца на 15 сантиметров. При этом он сам говорил о том, что у него ноги 85 сантиметров были, только когда было невероятное пузо в период межсезонья. То есть, огромное пузо и жировые ноги по 85 сантиметров. В оставшееся время, в межсезон, у него ноги может быть 81 сантиметр. А на сцене и того меньше, там какие-нибудь 73-75 сантиметров. Ну, может быть 76 сантиметров. Если я не ошибаюсь, по крайней мере. Но, в общем-то, если в пропорциях смотреть, то Федоров тяжелее гораздо, чем Том Плац. И еще и выше на 15 сантиметров. Имеет те же пропорции, но у него ноги почему-то не метровые. А с его личных слов, они 85 в межсезонье с огромным пузом, нереальные, залитые жиром. И потом Спас Кукотский говорит о том, что чтобы накачать ему... Давайте посмотрите сами. Чтобы вы понимали, 83 сантиметра это тоже дохренище. Особенно при сухой форме. Чтобы увеличить ноги до 74 сантиметров на массе, мне пришлось доводить жимы ногами почти до 700 килограмм. Как раз в этот момент сделали данное фото, которое сейчас вы видите на экране. Когда у меня были самые большие ноги в моей жизни. Но, давайте вот о чем поговорим. Спас Кукотский говорит о том, что чтобы накачать ему 72 сантиметровые ноги, ему понадобилось сжать 700 килограмм ногами. Я, в общем-то, могу сказать, что это к бодибилдингу никаким боком не относится. Я тоже таких людей знаю, которые упираются в этот жим ногами. И, наверное, идиоту будет очевидно, что если жим ногами 700 килограмм, и при этом прибавка в сантиметрах крайне ничтожная, то есть какие-то 72 сантиметра в ногах, у меня даже их нет, да? Но, опять же, отталкивайтесь от того мнения, что у меня были ноги 83 сантиметра, жировые. Я могу показать вам фотографию. И, в общем-то, они смотрелись огромными, но они жировые при этом. А сейчас 65 сантиметров ноги, но мне все говорят, что они, в принципе, ты даже в объемах не посыпался, как неудивительно. Потому что это разные абсолютно понятия. И массонабор у Юрия Спас Кукотского явно никогда не был чистым. То есть он разжирался до огромного пуза, и понятное дело, что отложение жира в ногах у всех разное. Поэтому эти 72 сантиметра в расчет вообще смысла нет брать. Просто хочу сказать, что нерационально упираться в жим ногами по той причине, что если вы жмете 700 килограмм, и вам дается с трудом прибавка там в один сантиметр в ногах, то явно это не путь к успеху. И 80 сантиметров вы не накачаете. Потому что если помножить весь ваш прогресс в ногах на количество прибавленных килограмм в жиме ногами, то в таком случае вам понадобится жать полторы или две тонны ногами, чтобы сделать ноги хотя бы 77 сантиметров. Потому что вот если от общей прибавки конкретно брать, я думаю, для любого очевидно, что суставы вылетят гораздо раньше, чем вы, в принципе, хотя жим ногами самое безопасное упражнение, да, одно из них для суставов в этом плане, если правильная техника. Но все равно эти 700 килограмм не есть хорошо. Особенно для человека, у которого это на объемах никак не сказывается, явно нужно что-то другое рассмотреть в своем тренировочном процессе и попробовать что-то другое. Делать, например, выпады и приседания. Очевидно, в них лучше упереться, потому что они будут явно эффективнее. Ну ладно, на этом тоже акцентироваться не будем. Дальше происходит только самолюбование. Как обычно, там 10-12 минут рассказывают о тяжелом пути, о тернистом и все-все вот эти прочие моменты. Переходим сразу к видео, о котором я уже упоминал, по поводу тренировок в фуллбаде. Юрий Спаскукотский говорит о том, что это неэффективно. Давайте послушаем его аргумент. Вы представьте себе, чтобы прокачать все тело и сделать даже по одному упражнению на каждую мышечную группу до полного отказа, сколько это времени уйдет. Тренировка 3-4 часа. Так тренироваться без фармподдержки невозможно. Единственное исключение – тренировка пауэрлифтера, где отдых между подходами 10 минут. Там, да, даже натурал может тренироваться 2-3 часа, и это будет, в принципе, нормально. Но при таком количестве упражнений, при бодибилдерской программе, чтобы прокачать все тело, даже с минимальным набором самых эффективных упражнений, и даже по 3 подхода всего лишь в каждом упражнении до отказа, потребуется 3-4 часа с короткими перерывами между сетами. Давайте вот рассмотрим эту программу, например, день 1. Аргумент от тренера со стажем 20 лет. Человек просто элементарно не знает, что такое фуллбадди. Он открывает программу тренировок в конечном итоге, в которой всего 6 упражнений за один тренировочный день. И он рассказывает о том, что это занимает 3-4 часа. Я не понимаю, чем можно заниматься в тренажерном зале, потому что за это время, даже если бы у меня на первом этаже магнит, на втором тренажерный зал, если бы я после каждого подхода спускался в магнит и покупал себе энергетик, я бы поменьше времени потратил в принципе. Потому что я не понимаю, чем нужно заниматься в тренажерном зале, чтобы 3-4 часа делать 6 упражнений. Даже если мы возьмем 9, то я их делаю за 1.30. Это край. 1.10 иногда это выходит, когда это 6 упражнений на гликолитические волокна и 3 на окислительные. Окислительные это статодинамика, это делается быстро. Full body режим, чтобы вы понимали, Юрий Спас-Кукотский, отличается тем, что вам не нужно много времени тратить между упражнениями, потому что когда вы делаете по сплиту грудную, один за другим упражнение для грудной, вам требуется 5-10 минут отдыха, чтобы перейти к следующему упражнению. Чтобы отойти от закисления, у вас повысились силовые показатели. Когда вы тренируетесь в режиме full body, у вас происходит круговая система, вы тренируете одну мышечную группу за другой, и отдых такой большой между упражнениями не требуется. Когда вы покачали спину, вы спокойно переходите и тренируете грудную. Или вы покачали бицепс, спокойно тренируете далее трицепс. И отдыха большого между упражнениями не требуется, поэтому программа full body занимает гораздо меньше времени, чем любой сплит. У меня сплиты всегда выходили в 2 часа, а то и более. А когда я тренируюсь в режиме full body, я способен сделать эти 6 упражнений за 1 час, а 9 упражнений за полтора часа это край. А один раз я в принципе специально засекал, когда я посмотрел его видео, мне было просто интересно, за сколько я 9 упражнений сделаю. Я сделал их за час 10. Чтобы вы понимали, это гораздо меньше времени наоборот тратит. И вот если брать все вот эти конкретные несостыковки, вроде бы мелочи, но настолько абсурдные и очевидные, то складывается впечатление, что человек 20 лет, он как будто сам даже у тренера не тренировался, не то чтобы тренировать кого-то. Потому что для меня не очевидно, откуда такие пробелы в знаниях могут вообще браться. Если я даже углублюсь и в каждое видео таким образом копну, то я понимаю, что это видео мое затянется на полтора, на два часа. Я этого делать просто не буду. Посмотрел 2-3 видео, по ним я уже вижу настолько абсурдные моменты, которые обычный адекватный тренер сделать не может. Я до этого момента относился к Юрию Спаскукотскому, как к человеку, который добился какого-никакого успеха, положительно, даже не нейтрально. Я относился к нему положительно, потому что человек все-таки добился успеха. Не в плане развития тела и всего прочего, в плане, по крайней мере, реализации в жизни. Я прекрасно понимаю, что деньги он зарабатывал хорошие. У него был свой тренажерный зал. У него огромное количество клиентов, подопечных и всех прочих. Но я так понимаю, что человек даже о базовых каких-то моментах не осведомлен абсолютно. То есть, да, он там вот в эту вставку из 17 минут 46 секунд про Кайгрина сделал там еще фрагмент, я его даже комментировать не буду, где он просто какую-то поверхностную информацию вбрасывал, прям как будто зачитывал статью конкретно, чтобы показать просто, что он что-то знает, даже не относящийся к этой теме. То есть, просто я от этого потока информации был шокирован, потому что относилось вроде бы все к Кайгрину. Это видео про его программу тренировок. Затем он делает где-то 3 минуты паузы, в которых он говорит конкретно о чем-то другом, там вообще не связанном с этой темой, с Кайгрином так точно. А в конце он начинает самолюбоваться, и вот эта мания величия пробуждается, в которой он рассказывает о том, какой он бедный. И он в принципе в каждом видео рассказывает о том, какой он бедный, какая у него плохая генетика, и что в общем-то все могло сложиться по-другому. Будь у него хорошая генетика, но он добился же результата, в принципе, и даже без использования фармакологии наверняка. Почему он на этом внимание не акцентирует? Пусть бы снял видео, сказал, что он когда-либо использовал. Да, понятное дело, сейчас скорее всего он без фармакологии, после такого длительного стажа, в принципе, какие-никакие мышцы должны присутствовать. Поэтому могу сказать, что я не понимаю, что происходит с Юрием Спаскукотским. С 2013 года такое ощущение, как будто происходил только стабильный регресс в плане преподношения, переработки информации. Его информация, которую он сейчас предоставляет, высосанная из пальца, некорректная, с такими жесткими ляпами, которые любой новичок допустить даже не может в своих роликах, даже специально. Не прогнать, вот задумайтесь над этим вопросом, за 20 лет не прогнать ни одного человека по программе тренировок в фуллбаде, чтобы понять, сколько времени это действительно занимает. То есть, это человек одной методики. Вот он себе выбрал читинг на дельте с огромными весами, читинг в других упражнениях, 3-5 повторений и разгрузка в течение месяца. Я так понимаю, что это основа всей методики. Ничего другого он как будто не знает. То есть, за 20 лет ни одного человека не прогнать по фуллбаде, серьезно, тогда можно было бы вот так на часы посмотреть и понять, что он 9 упражнений эти сделает максимум за 2 часа, если он очень много времени будет отдыхать между подходами, что делать не нужно. И проблем с закислением, о которых ты говоришь, тоже бы не происходило, как раз если бы человек тренировался в режиме фуллбаде, потому что это круговые тренировки, и как раз разгрузка от молочной кислоты происходила бы в момент чередования упражнений на разные мышечные группы. А когда это долбится в режиме сплита, как раз таки будет присутствовать это закисление. Это тоже базовая инфа, которую нужно знать. Ладно, все, завершаем. Я выговорился. На этом все. С вами был Йети. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите Юрия Спаскукотски в комментариях, говорите, что вы о нем думаете. На этом все. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok